Привет! Apple только что выпустила бета-версию iOS 16 для разработчиков. Чтобы пользователи Apple могли помочь Apple улучшить. Загрузите новую версию iOS и ознакомьтесь с iOS 16. До выхода финальной версии. Итак, теперь я собираюсь показать вам, как загрузить. И установить бета-версию iOS 16 на ваш iPhone. Во-первых, нам нужно знать, какое устройство. Поддерживается iOS 16. Похоже, iOS 16 больше не поддерживает устройство. Старше iPhone 8, возможно, это аппаратное обеспечение. Предел. Итак, от iPhone 6s и iPhone 7. Отказываются. Грустно, но давайте двигаться дальше. Прежде чем мы установим бета-версию iOS 16 на наш iPhone. Я рекомендую вам сначала создать резервную копию вашего iPhone. Итак, подключите свой iPhone к iTunes и нажмите. Кнопку создать резервную копию сейчас. Потому что в бета-версии всегда есть много. Ошибок, которые мы не можем предсказать, так что сделайте резервную копию. Как только резервное копирование будет завершено, откройте сафарина. В вашем iPhone. Введите адрес, betaprofiles.com. Здесь вы можете найти последнюю версию, бета-версии iOS или iPadOS. Выберите опцию «Установить профиль» и нажмите «Установить». Разрешите загрузку, а затем закройте окно. Когда загрузка будет завершена. Затем давайте перейдем к настройкам. Если вы видите опцию «Загрузки профиля», нажмите на нее. Нажмите «Установить» здесь и продолжайте установку. Здесь потребуется перезагрузить устройство, чтобы применить. Изменения. Нажмите «Перезагрузить». После завершения перезагрузки снова перейдите в настройки. Нажмите «Общие» и «Обновление программного обеспечения». Теперь бета-версия iOS 16 доступна для загрузки их. Установки. Нажмите на нее. Это может занять некоторое время, все, что вам нужно сделать. Это набраться терпения, я пропущу большую часть этого. После завершения загрузки нажмите «Установить сейчас». И iPhone начнет установку бета-версии. После долгого времени, когда установка завершена. Готово, это означает, что вы уже установили. В бета-версии iOS 16 вы можете видеть, что экран блокировки. Отличается. Итак, теперь вы можете видеть, что он уже работает. Под управлением бета-версии iOS 16, вы можете проверить, что нового. На iOS 16 или вы можете подписаться на официальный канал Tenorshare Official, мы будем публиковать видео о том, что происходит. Новый в iOS 16 и понижение версии iOS 16 до iOS 15.5. Вот и все, надеюсь, это видео будет вам полезно. Я буду благодарен, если вы подпишетесь. До скорой встречи.